Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап В прошлой серии начало Драгон Борна. Соответственно, мы не можем просто взять и не собрать здесь чужое золото, потому что это как бы все наше, мы же решили этой бабе помогать. Она нас пригласила, короче говоря, идти с ней убить дракона. В принципе, как бы, наверное, же тоже... Это я все возьму. Это тоже я все это возьму. Я все, все сберу. Мне все нравится, все хорошо. Это мне. Это тоже мне. Это сюда. Это мне пока не надо. Стержневой корень. Короче говоря, есть два варианта развития дальнейшего событий. Либо мы сейчас с вами идем, делаем Драгон Борн, либо берем серое платье для девочки, одеваемся в него и заканчиваем играть с Карим вообще. Либо идем помогать бить дракона. Я даже не знаю, как бы, в принципе, больше по сюжету нам сейчас ничего особо не нужно. Как бы нам надо было сходить к Сидобородовым, чтобы зацепить этот Драгон Борн, чтобы он начался у нас, как вы поняли, нам хотели отвесить люлей, но в итоге отвесили сами себе эти ребятушки в масках, и мы их выиграли. Поэтому, дабы не бежать вперед по сюжету, давайте-ка мы с вами... Да мне насрать, где твоя Роща Ким, мы не пойдем с тобой никуда. Я предлагаю вернуть Рок Аргена. Так, это попозже. Вот, Дракон Роженый, предлагаю, короче, его пока проходить. Я, в принципе, его даже вообще ни разу не видел, как это дополнение выглядит, что оно из себя представляет. Короче говоря, нам надо куда-то валить сюда и отправиться на Солстэм, я так понял. Поехали, отправимся. Пройдем. Я не знаю, сколько серий. Прошлый Даун Гвард. Даун Гвард. Мы проходили с вами сколько серий-то? Серий, наверное, пять, если не больше. То есть здесь, наверное, тоже это Драгон Борн. Дополнение посмотрим полностью, естественно. Не знаю, сколько на это уйдет. Примерный расписание такое. Такое, примерно, расписание вам скажу. Драгон Борн, потом всякие темные братства, хератства, может быть... Ты только не говори мне, что ты будешь со мной постоянно шастать, мать, я тебе серьезно говорю, ты мне прям... Стой! Сучка, она сейчас постоянно будет лазить со мной. Бляха-муха. Ну а что тогда? Придется, короче, с ней пробежаться сначала. Потому что она достанет. Я не хочу бегать с напарником, мне-то не нравится, она от меня не останет. Стой! Можно тебя послать далеко? Нет? Ладно. Давай, идем. Ну давай, пойдем. Ладно, давайте с ней побыстренько посмотри. Ой, смотри, кому прям сюда. Давайте с вами побыстренько убьем пару драконов, отвяжемся от этой бабехи и поедем спокойно делать Драгон Борн. Потому что она будет мне как Сирана, короче, мозг мне выносить. Мне пишет кто-то в комментариях много, чтобы я взял, короче, Ксиране какие-то стрелы заправил, стрельнул в солнце кровавыми стрелами. Я попозже этим займусь, если будет время. Сейчас пока не хочу ни в какое солнце стрелять, я просто не знаю последствий. Вдруг там что-нибудь случится и скорее именно всегда погаснет солнце. Это же херово будет. И где вот ты, женщина? То есть везде после быстрого перемещения эта падла будет шастать со мной, а когда начался квест, пошел снег, я слышу звук дракона, этой бабы здесь со мной нет. Ну не страшно, че, вон он. Эх! Сука, стоять! Алдуин! Так, это же главный дракон, по-моему, да? Он что-то очень тихо говорит, я его не слышу. Эй, мужик! Слышишь, что ли? Как тебя... В жопу тебе порвать как? Ай, вот, сейчас я к тебе залезу, посмотришь у меня, сучонок. Что значит связываться с драконорожденным, если, конечно, куда-нибудь залезу. Я же должен как-то сюда залезть. Походу, нет. Давайте попробуем тут. Скайримские горы, это самые гористые горы в мире, и в них, в принципе, не залезешь просто так. Если ты, конечно, не очень просто настырный и напорный, и не полезешь короткими путями, ты не ищешь легких путей, так сказать. Идешь, короче, обходишь, хер пойми где, застреваешь вот в них. Пожалуйста, но потом ищешь другой путь, и вот мы здесь. А, Алдуин! 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 Ты пришел, Дэлбакин? Сейчас тебе, сейчас тебе. С кем можно было говорить? А, там снежная ягодник можно было взять. Ну и что здесь делать-то? Надо посмотреть, как восстает дракон. Че ты делаешь-то, алё? Ты лужище. Кто орет-то? Че, теперь его бить? Ой, второй, ни хера себе, а это кто? А, это Солоконир какой-то. Ну понял, все, давай убьем его. Без проблем вообще. Хотя нет, сучка, какой-то он жесткий, прям. Давай, Дельфина, помогай мне. Где ты там? Да он вообще сейчас уйдет у меня просто никуда. Ты давай там танкуй, а я буду его раскрылить. Все правильно, на. Какая интересная битва с драконом, вы посмотрите. Я буду разбавлять ее хождение и буду сюда, хоть какой-то толк от этого был. На, 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 получай, спасибо. Да, вот так-то и делается. Да я душу забираю, че-то орешь-то. Это стандартная процедура для меня, не удивляйся. Прикинь! Да, кстати, мне сейчас сказали, что я усердно забыл забрать свои кости дракона. Это, кстати, верная херня. Это все мое, тоже мое. Все, мать! Боги мои! Я? Это верно, да? Да. Ты и вправду давакин. Аллилуйя! До тебя дошло. Я обещала тебе все рассказать, верно? Давно пора. Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Какой у тебя размер? Ха-ха-ха! Кого ты и кто ты и зачем ты? Да, что ты от меня хочешь? Я одна из последних клинков. Клинков? Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Шестерка моя, прикинь. Более двухсот лет, с момента гибели последнего драконорожденного императора, клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Да. Мы должны их остановить. Нет, ты должна стирать мои носки, ты же служишь драконорожденным. Какой наш следующий шаг? Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Алдуин, там, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Да? Окей. Почему ты думаешь, что Талмор? Доказательств нет пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Ну, конечно, это интуиция. Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. Херовенько. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Империя ослаблена. А я силен. Кому это на руку, кроме Талмора? Мне, например. А и так, нам нужно выяснить, что Талмор знает о драконах. С чего начать? Если бы мы могли пробраться в Талморское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Да? Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Ну, окей. Как там? Пойдем, раз там не параноики. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Так это наоборот хорошо, что они постоянно летают. Я с них хотя бы эти там всякие собираю. Хернюшенькие. Дипломатическая неприкосновенность. Это прям депутатский мандат какой-то. Так, давайте-ка я сбегаю в Ривервуд. Ой, не, я не пойду туда. Пойду в Вайтран, короче, сделаю себе этот. Да не конюшни же, ну, в конюшни же не надо. Я промахнулся. Я надо в сам Вайтран. Нам надо наделать сейчас с вами стрел. Драконьих. Потому что костей до хера и нужно куда-то их приспосабливать. А потом, в принципе, еще можно к Сиране, кстати, сбегать. У Сирана забрать свои кости, если он у них отдаст после того, как я все это сделал. Хотя, скорее всего, ей надо будет сначала взять с собой, потом с ней обменяться, а потом ее обратно оставить. Вот это, кстати, тот молодой человек, который умер от моей руки, от моей молнии. Это лорд вампиров. Харкон, Харкан, как у Харча там. Не, по-моему, как ты его зовут, короче. Нужно же страдать. Не надо ничего. Подожди, женщина. Если хочешь чего... У меня есть что тебе продать? Клинки, шлемы, практически все необходимое. Так, тут говорит, что маску можно надеть вместе с капюшонами со всеми. Сейчас надо попробовать, кстати говоря. Так, драконик снимал к хер тебе. Это тоже к хер тебе. Колун, маракеи, отмычки. Так, кстати, для тебя ничего так и нет. Ну-ка, давайте я попробую надеть маску вместе с этим. Вокун. Кладовство или изменение расхода на 20% меньше магии. Это полезно. Так, а вторая какая у нас? Маракеи. Магия становится на 100% быстрее. Это говно. Давайте я надену вокун. Так, драконик. Нет, он, смотри, он снимает. Он либо то, либо то. То есть вы меня обманываете вообще жестко прям, ребят. Вы что творите-то? Что понадобится, загляни в магазин. Так, давайте-ка я себе сделаю драконьих стрел. Но у меня на них, естественно, что-то не хватит. А нет, все, хватит. Поленов не хватает. Ну что ж ты будешь делать-то, сука? А здесь ее нету нигде, да, этих сраных? Что порубить-то? Печально, тогда пойдем туда. Здесь сейчас быстренько нарубим. Нам надо сколько? У нас осталось костей два. Двое костей. Значит, нам надо пять полен, потому что все равно там еще кости какие-то остались. Мы это быстренько сейчас все с вами возьмем. А потом поедем на корабль, отправимся куда-то там и будем тем самым фальшивым драконово-рождественным считать ребра, бить и убивать. Уберись отсюда. Пойдешь со мной? Эй, покатай меня, курица. Она застряла во мне, не хочет меня катать. Ну и хер с тобой. Во, товарищи валяются до сих пор мертвые. И курица почему-то, то курицу убил. Я не мог курицу зацепить своим этим, отвечаю, это не я. Опачки, давай. Так, считаем. Нам надо пять поленев как минимум. Давай. Ииии. Раз. Хорошо. А, нет, сразу по два добавляет. Отлично. Давай еще. Ииии. Два красавчика, еще два полена. Давай еще одной руби. Да ли возьмем на всякий случай восемь. Прям мало ли там у Сираны костей дохера. Я не помню, сколько, если честно, у меня костей валяется. Прям вот в упор не помню. На-ка, сука. Отлично. Так, ну давай ещё один. Воу! А, ну в принципе, ладно, хватит. Так. У меня чё по деньгам? У меня же деньги есть, я помню. Давайте я куплю дом себе, наверное, в Вайтране. Не, или сначала сбегать к этой, что ли? К бабищи. Нет, сначала купить дом, сбросить чешуё, а потом, короче, бежать с костями. Потому что чешуя тоже очень, короче, тяжёленькая. Она вот с ней будет, как я тут ползти не могу. Тяжело. Эх, уже не тот. Стрела в колени. Все дела. У кого там дом-то купить? У этого, по-моему, в Ярла, что ли? Спасибо, чувак. Я тебе совершенно другого мнения. Нет, тут... Чё хотите со мной делать? Я не люблю напарников. Ни в одной игре. Ни в одной игре я не люблю напарников, потому что они тупые. Они не дают мне полностью реализовать то, что я хочу. Они постоянно мешаются под ногами. Они палят. Они делают не то, что надо. Они дебилы. Так, а ты же можешь со мной ходить, да, женщина? Что тебе нужно? Если ты не против, меня ждёт мой город. Сколько же у наших врагов-шпионов? Так, нет, даже какой-то нужен. Какой-то нужен мужик. Это ледок. Пойдёшь ко мне в дом служить, служанкой, короче. У кого дом-то купить? Ну-ка, дайте-ка, я вспомню. Какой-то должен быть мужик, который, в принципе... Вот, нет, этот парнишка какой-то вообще дурный. Знаешь уже, нет? Чего тут детей-то сколько, эй? А где тут мужик-то? Бред. В этой дыре даже нормального рулета не достать. Да приходи ко мне... А, не, не ходи, ты более молодая. Так, ну у тебя точно ничего не продаётся. Кто же там барыжит домами с коррими? Где этот-то старичок, какой-то советник, что ли, или кто он там... Он должен мне продать дом, я помню прям. Сука, здесь куда-то. Нашёл я его с собаком! Вот он, стой, падла! Так, давай, я хочу купить дом в городе. Замечательно! Сейчас как раз продаётся один дом. Спасибо, красавчик. Покупаю! Чудно! Вот, держи ключ от твоего нового дома. Всё, у меня дом есть, я хозяин дома. Отлично, открыт достижение горожанин. Посетить свой новый дом тёплых ветров. Дом тёплых ветров. Только что я загуглил. Он находится где-то рядом с домом воительницы, если идти от каких-то городских ворот. Его просто не было здесь, а я там ещё прочитал, что может быть какой-то бах, что он пропадает вообще. Но я пошёл его тупо искать и, короче, нашёл. А я так понимаю, ты ко мне в дом тупаешь, да? Лидок, ты со мной должна жить. Спасибо, маман. Короче говоря, сейчас мы купим свой дом, точнее мы его купили. Сейчас мы посмотрим, как там всё это выглядит. А, дом тёплых ветров. Ты на карте мне его покажешь, да? Нет, не покажешь. Давайте я портнусь так сразу ко входу. Он где-то рядом с домом воительницы, если идти от городских ворот. Дом тёплых ветров. Это ты? Казармы стражи. Вот, может быть, ты? Кто-то же из вас должен быть моим домом? Сука, пьяный охотник. Может быть, вот ты? О, лидок сюда идёт. Ха! Вот! Мой первый, так сказать, недвижимый имуществ в Скайриме. Хорошо, давайте я скину чушую. Здесь есть какой-нибудь ящик у меня вообще? Отлично, ящичек есть. Сундук. Так, давайте-ка я положу сюда своё говнюшко. Вот это, например. Так, складировать. Эр, 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 эр. Отлично. Отлично. Отлично, я бы сказал, просто замечательно. Получается, что теперь в сундуке у меня драконья чушуя. Хорошо. Так, лидок, ты будешь жить здесь, да? Спасибо. Кроме того, она должна здесь, во-первых, убираться, должна здесь что-то там того там делать, и всё вообще, молодец она. Потом, мы можем, короче, уже походу усыновить детей, потому что у меня стоит Hellfire, по-моему, правильно так называется дополнение? Надо попозже будет кого-нибудь себе туда загнать. Пусть, короче, будет дитё у меня. Так, поехали. Хотите создать? Да, хочу. Да, хочу. Так, а теперь мы, собственно, отправляемся с вами... У меня не драконья кости стоит, не драконья стрела стоят. Оружие, драконья стрела. Всё нормально. Мы сейчас с вами портуемся к Сиранке и забираем у неё свои кости. Идём назад, а потом идём делаем Hellfire. Hellfire это не то. Делаем драконборд. Во! Нет, это не оно, а это щит. Маску, которую я отжал у тех упырей, которые на меня напали, похожи на эту хрень. Навык блокирования уменьшает урон и ошеломление от чего-то там. Не сюда. Чуть-чуть маханул лишнего. Тогда сюда. Меня интересует вопрос, на меня Стража Рассвета теперь будет нападать или нет? Они же вот здесь постоянно что-то караулят, постоянно ждут, но их, походу, сейчас здесь нету. Это на самом деле хорошо. Насрать вообще на них. Пусть караулит кого-нибудь другого. Я не хочу этим заниматься абсолютно. Запись идёт у меня. Смотрю иногда, посмотрю, думаю, запись идёт, не идёт. Не слышу ни хера в наушниках. А чё могу поделать-то? Как вы помните, в одном из хорроров мы с вами наушники снимали, это была беда. Если она мне не отдастся с моей кости, придётся всех вампиров убить. Я бы, кстати, не отказался от выполнения какого-нибудь квеста на убивание всех вампиров. Но Стражу Рассвета, я уже понимаю, не вступлю, потому что главный вампир убит. Они, в принципе, скажут насрать вообще на них. Они не представляют для нас никакой опасности. Здорово, пёсик. Где твоя хозяйка? Сирана! Сирана! Где ты, сучка, прячешься? Я ж тебя найду всё равно, паскуду. Где ты? Говори мне, давай быстрей. Может, по-нему, прячься где-то здесь, где мы убивали с вами этого чувака. Она же теперь, получается, главная вообще здесь, правильно? Так, ну вон кусок чувака валяется. Сирана я тут не вижу. И где она тогда? Где-то же должна она быть. Так, тут пёс. Собаки. Мужик валяется. Так, нам ещё какую-то кровь надо сорать. Опа-опа-опа, а вот слышу. Где он? Что тут нахухкивает? Открыть дверь. О, это выход вниз. Не ты ли тут напиваешь, чувак? Ты, по-моему, мёртвый. У меня здесь есть всё, что мне нужно. Да, малая. Вот ты стоишь! Ну я ж слепой, Сирана. Да. Пойдём со мной. Я готова в любой момент. Так, теперь она нас с тобой... Что теперь? ...обменяться. Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Ты, я тебе сейчас в голову дам, слышишь, паскуда. Смотри-ка, она просрала все мои эти. Жди здесь. Как скажешь. Чума, вообще больше не звони мне никогда, не пиши. Проститутка. Сука, кости мои просрала. Столько костей, столько денег стоило. Хотя я, может, конечно, ошибаюсь, но мне говорили, что я ей что-то отдавал. Я ведь помню, что она кости с двух драконов у меня собрала. Кости, падла, которые мы при выполнении какого-то там дикого квеста с вами собирали. Так, хорошо, нам надо куда-то вниз, 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 вниз. Вот сюда нам надо. Да, поехали. На ферму, по-моему, где-то здесь должен стоять корабль. Ну нет, так нет. Собственно, ладно. Ладно, у нас есть 89 драконьих стрел, пока нам хватит, я так понимаю. Так, давай, вот, драконы рожденные, девственные. Ой, неприкосновенности уберу. И где-то здесь должен быть мой кораблик. Опачки. Опачки. Какой-то из них, наверное, отвезет меня туда. Туда не ходят поезда, я так понимаю. И мы, короче, поплывем и убьем там. Ой, холодняло маленько. Выпрыгивай. Да ты дурень что ли какой? Вот, 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 залезь, 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 только не падай. Давай, давай, прыжок еще один. Еще один прыжочек, сделай. Спасибо. Привет, гу-гу. Гья лун пусоли. Если тебе нужно на солстейм, тебе не повезло. Я туда больше не хожу. Ну-ка, давай-ка не дури. Так, ты капитан Северной Бау... Где вы? Ну да, я. А что? Кто тебя послал? Да есть там одни. На меня напали члены кого-то культа. Так, так, так. Я тут ни при чем. Откуда мне было знать, что они на кого-то нападут? Я даже не знаю, как сам тут оказался. Ой, давай, не заливайся, секунд. Так, давай-ка тащи меня туда. Трудно объяснить. Помню, как на борт поднялись люди в масках. А следующее, что помню, я здесь, а их нет. Ни один день из жизни выпал. Недоброе это что-то. Ну ладно. Тут и так что-то странное творилось, но после этого хватит с меня. Не поплыву больше на солстейк. Я тебе мизинцы ноги отрежу, давай. Ты что, меня не слушаешь? Я туда не пойду. Так, я тебя сейчас слышу? Эй, а я чего? Я простой моряк. Я же не со зла, я не знал. Саканул. Ну ладно, ладно, возьму я тебя. Но отплываем прямо сейчас. Доходьте до этого, за пять минут до этого вы отлыли, мне все равно. Работает мое запугивание, смотри, они ссыкуют только так прям меня. Да, ха-ха-ха. Конечно, когда подходит тебе мужик в драконьей броне, с драконьим костяным луком, из рук у него сверкают молнии, как же любой обострется. Меня бы сам Алдуин куда-нибудь отвез, если я ему сказал, что я тебе сейчас глаз прострелю. Поэтому мы плывем на солстейм. Я так понимаю, это вообще какая-то локация, совершенно никак не связанная с картой Скайрима, которая у нас постоянно была открыта. Это что-то другое. Ух ты! Дай посмотреть мне мышку, дай повертеть. Я хочу увидеть все это. Здесь все... вот, нет. Ну вот, мы на месте. Как громко. Это Воронья скала. Не могу сказать, что шибко рад ее видеть. Удачи! Может, ты сумеешь выяснить, что тут происходит? Это что я постараюсь, будь уверен. Резко отличается по контрасту данная локация, потому что Скайрим привыкли мы увидеть с вами в бело-серых тонах от снега постоянного. А здесь, смотрите, какой-то коричневый, здесь снегом-то не пахнет. Открыт достижение чужак. Окей, узнать, кто такой мирак. А ты-то кто? Я не любительница солнечных ванн. Но даже они лучше, чем мир. Ты угораешь, нет? Да. Ты кто? Обратись к капитану Гелланду, если хочешь на борт. Да нахер он мне? Я тебя не знаю, значит, ты впервые в Вороньей скале. Объясни, зачем ты здесь, чужак. Тебя это вообще не должно, короче, вот это, понял? С таким отношением ты скоро в тюрьме окажешься. Ну уж ладно, на первый раз спущу тебе с рук. Ты вот и блатной. Главное, запомни, Воронья скала суверенной территории дома Редоран. Это Моровин, а не Скайрим. И пока ты здесь, изволь подчиняться нашим законам. Есть вопросы? Ай, да, кто такой мирак? Я не уверен. Могу поклясться, что знаю это имя, только не помню откуда. Ну-ка, расскажи-ка мне чё-нибудь про него. Вряд ли. Я не... Мне кажется, это имя имеет какое-то отношение к камню земли. Но я точно не знаю, какое. Окей, так, ладно. Мы следим за тобой. Да, я... Ты прям прищурил, ты дальше своего носа чё-нибудь видишь, дурак, следит. Ух ты. Ты чё, в костяной броне, что ли? Пока ты не спросил. Да. Да ладно, тут у него маска. Ладно, пойдёмте. Так, карта-то есть и здесь? Ой, действительно, смотри, она вообще совершенно другая. А где сам Скайрим? Абда Скайрима мы вообще как бы и не дойдём даже. Ладно. Так, это чё? Светилище. Воронья скала. Скайрим. А! Можно быстро перемещаться в Скайрим. Нихера себе поворот. Нам даже и корабль теперь не нужен. Так, я так понимаю, вот это светилище и есть. Вот это вот зелёный, торчащий валун из земли. Опа. Ну-ка, так я осаживаю эту херню. Так он в Скайрим, по-моему, не растёт. Как он взбер... Нет, это ингредиенты. Опустошение здоровья. Какая-то херня. Ой! Чё ты горишь у меня весь? Задымился. Стал вонючим немного. Ну, ничего страшного. Тири-ти-ти-ти-ти-ти. Такой здесь совершенно другой вид. Ты посмотри, как-то всё не родно, непривычно, не знакомо. Завод что-нибудь тут свой есть? Даже здесь загрязняют атмосферу. Ну, что ты будешь делать? Ну, вот, собственно, камушек. Так, камень земли. Кто у вас тут главный-то? Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ты весьма отличаешься от остальных. По крайней мере, в плане состояния ума. Очень интересно. Чё, я тебе не нравится мой ум, я не понял. Могу я спросить, что ты здесь делаешь? Можешь, можешь, я ищу человека. Мирак, мирак. Звучит знакомо, но я не могу вспомнить. О, минутку, вспомнил. Правда, толку от этого мало. Мирак мёртв уже тысячи лет. Чего? Не знаю. Но это забавно, правда? Да, прямо обоссался. Возможно, это как-то связано с тем, что здесь происходит. Весьма неожиданная вещь. Боюсь, я вряд ли могу ответить на твои вопросы. Однако, ближе к центру острова есть развалины старого храма Мирака. На твоём месте я бы туда заглянул. Хорошо, спасибо за подсказку. Они чё делают-то? Чё-то строят. Ладно, хер с вами. Чё за камень? Дай дотронуться. И когда весь мир увидит... Чё это было сейчас? Ты чё делаешь-то? Прикосновение камня тобой... А-а-а! Так ты можешь сопротивляться этому влиянию за счёт силы боя. Восхитительно. Я бы не советовал ещё раз касаться камня. Эффект от повторного контакта может быть. Если, конечно, ты не хочешь таким образом сделать вклад в моё исследование. Мне было бы очень интересно понаблюдать за тобой. Не, чуваки. Я не прикинь дотрёлся до камня, меня сразу посадили работать. Охереть вообще. Просто прям огонь. Я не хочу больше работать. Ой, как далеко. Да ладно? Через весь остров, напряки. То, что мы вспоминаем. То, что мы вспоминаем. Да, это, наверное, у них девиз ихнего дома. То, что мы вспоминаем. То, что мы вспоминаем, отвечают они друг другу и всё. А остров-то большой или нет? Чё-то по масштабам карты я пока не очень сильно это определил. Здорово, стражник. Заброшенное здание. Ну, я так понял, короче. Здесь может даже монстры какие-то новые будут. Надо на это понимать, не посмотреть. Так, это, я так понимаю, кузнечная у них тут. Это вход в какие-то шахты. А мне надо куда-то туда. Ну, в шахты мы пока с вами не пойдём. Пойдём напрямую туда, к храму. А вы не дали, короче, это он за камнем в мирах начал со мной разговаривать. А не... Это кто сейчас сказал? Пора идти. Мне кажется, они что-то мутят здесь. Босс говорит, что ты возвращаешься со мной. Кто говорит-то? Пошли, нам пора. Это кто? Босс говорит, что ты возвращаешься со мной. А, вон они, черти. Ну-ка, спокойно. Я же уже сказал ему нет. У нас куча работы. Я не стану гоняться за этой картой. Это дурацкое поручение. Хватит с меня. Отстань. Босс сказал привезти тебя. Или принести твой труп. Слышь, ты не командуем. Ладно. Тогда тебе никогда этого сокровища не видать. Сейчас драка будет, да? Я против тебя, если что, сразу говорю. Чё? Сэра. Цыганка? Прощай, цыганка, сэра. Да. Сэра. Были твои дубы. Да, сэра. Сладкими, как любовь. Они неадекватные какие-то. Они, сэра, сэра. Больше не знают ни их слов. Не знаю почему. Хотя тут тоже всё в большей степени в снегу. Как вот в пыли. Непонятно, что там вулк. Вулкан или что это за херня? Мы далеко продвинулись по карте? О, а здесь масштаб-то, смотри, вообще никчёмный. В принципе, вот отсюда до сюда прошли за 10 секунд. Я думал, это всё будет гораздо больше. Оказывается, что нет. Давайте сначала дойдём до храма. Я так понимаю, здесь локации, большинство из этих локаций, которые здесь есть, мы, наверное, посетим. Точнее, не локации, а мест, потому что это же просто дополнение, его бы не стали так сильно развивать. Так, чё у нас тут где-то домушка. А если не посетим, то, возможно, просто быстренько пробежимся по ним, посмотрим, чё они тут из себя представляют. Нет, совсем недалеко, мне это определённо нравится. Это вот эта херня, да, храм-то? Чё-то не очень на храм похоже. Но он и говорил нам, что это развалено. Ладно, Мирак, готовься. Я иду по твою жалкую душонку. Подойду к нему, скажу. Мирак! Или вот... Ой. Крик, как делают? Где у меня тот чёткий крик, который прям... Бэх! Или у меня его нету? Так, крики. Надо в избранное его добавить, который фусарада у меня. Он же есть? Нет, смертельное. Вот, безжалостные силы. Давай его поставлю в избранное. Буду им херачить. Где-то вон там. Чё это? Драконы валяются. Они здесь ещё не восстают? Два дракона. Ты смотри, возможно, какой-то чёрт. Здесь тоже какой-нибудь дракон рожден, если столько драконов повалил. Они все, смотри, как зомбари что-то колотят. То, что днём было украдено. Ночью можно продать, я знаю. Далеко от нас. От вас подальше я буду держаться, ты совершенно права. Он всё ближе к нам. Да я уж прямо около тебя, чё. Они про меня говорят, полевомку, это пророчество. Глаза наши были слепы. Они сейчас не особо видят у вас, ребятки. Ныне мы прозреем. Точно, точно. Руки наши были пустые. Здорово, мирак! Борись с тем, что управляет тобой. Нужно уходить отсюда. Ныне он даст им целого. Что привело тебя сюда? Я Амира Каищу. А ты кто? Я Фрей из племени скалов. Ага. Я здесь, чтобы спасти мой народ. Или отомстить за него. От чего? От этого заберема? Я сама не знаю. Что-то завладела разумом большинства жителей Солстейма. И они, забыв себя, трудятся над этими ужасными сооружениями, которые осквернили камни, осквернили саму землю. Мой отец Сторм, наш шаман, говорит, что на Солстейм вернулся мирак. Вот-вот. Но это невозможно. Он со мной разговаривал, я тебе отвечаю. Он пытался меня убить. В таком случае, у нас двоих есть причина разобраться в этом деле до конца. Мы пошли. Больше мне тут нечего делать. Камню, дерево и моим друзьям пока ничем не помочь. Нужно найти способ пробраться в храм внизу. Блин, ну я не хочу, чтобы ты ходила со мной. Тебе нужно уходить отсюда. А, от команды ими. Найти источник силы мирака. Ой, тут нападает на меня, подожди. Кто это? Что происходит-то? Где эти два агрессивных чувака? Они сверху что-либо? Не пойму я, где они валют. То, что днём было украдено. Активируйте камень. Я так просто его активирую, и я блинусом... Далеко от тебя. Чё далеко от меня? Глаза наши. Ну-ка завязывай, хороший. Ты же у меня не поддаёшься всей этой херобори. Не успел прикоснуться, смотри, опять работаю. Это всё такое-то. Да заткнитесь вы. Как попасть сюда? Надо попасть в храм снизу. А, во. Опачки. Спокойненько. Там, по-моему, черти какие-то воюют, эти культисты. Ну-ка, зайдём втихаря по стелсу. Там по-любому кто-то есть. Смотри, этот мирак, значит, восстал, начинает командовать всеми. Плюс у него есть свои последователи, которые культисты. И они вообще на голову больные. Они убить меня пришли. Мирак мне рассказал, что это опасно. Блин, отстань от меня, пожалуйста. Почему в Скайриме через миссию тебе постоянно дают тупого напарника? Кто мне может это объяснить? Продвигаться дальше в храм? Нужно проверить, нет ли в этих комнатах чего-нибудь полезного. Давай проверим, чего уж тут. О, тут сильное зелье лечение есть. И, господи, тут много чего полезного. Идеальное зелье запаса сил, скелетики, золотишко раздают мне. Так, это плохо, мать. Прежде чем продвигаться в храм. Опа. Вот это вообще хорошо. Я так и не понял, если честно сказать. Там говорил, что у меня золото откуда-то стало 25 тысяч. Я так его напродавал, что у меня вот так много стало. Но теперь я на эти деньги могу даже, наверное, дом свой обустроить. Этим мы займемся попозже. В какой-нибудь селе, где еще и детенка себе замутим. Мы там все это, мебель всякую притащим. Пусть, короче, ледок там ублажает кого-нибудь. А, кстати, можно ее продавать, работать, деньги за это получать. Золото. Не надо. Две мирские перчатки. Нахер не нужны? Делай то, что нужно. Как скажешь, что пора. Я последую за тобой. Ой, спасибо! Все, стой, подожди. Стой на месте! Вернись, падла! Нельзя. Она же сказала, что как только ты захочешь, я последую за тобой. Но я не хочу, чтобы ты за мной следовала, Фрея. Фрея, пожалуйста. Давай ты останешься. Опа, спокойно. Тихо. Где мое бешенство? Никого, все, спокойно. Воу! Тихо, товарищ. Юпте. Я заразил их бешенству, нет? Походу, нет. До свидания. Во, так-так-то сильные цари, сильные ребятки-то. Их даже на два удара хватает. На три хватает? Вот те раз. Опа. Они, кстати, опасные, серьезно вам говорю. Их хватает, реально, смотри, на три удара. Обычные противники у меня с одного, с двух падают, а эти с трех. Ладно, черти. Еще, будет, от этой бабы избавиться. Вообще, было сказочно. Говно. Сейчас, чешуй, чатка. Прикольное название. Я тебе такое уже видел, раз оно исследовано. Мы должны быть осторожны в этих руинах. Походу, могут быть ловушки. И, скорее всего, немало. Да-да-да, я разговариваю потише, пожалуйста. Вот ловушка. Вот ловушка. Кругом ловушки. Сейчас она наступит, ее убьет. Я буду очень сильно рад. Откуда она вообще взялась? Почему она считает нужным спасать свой народ? Нет бы сидела колотила вместе с остальными. Так нет! Пойду с Довакином исследовать, выяснять, что случилось. Опа. И где все? Я даже думать боюсь о том, что здесь происходило. Кто были те несчастные, кого забирали в этих клетках? Пытки. Каким пыткам подберегал их Мирак? Делал он это по приказу драконов или по собственному желанию. Тихо, спокойненько. Ну-ка, чувак, воюй. Вы не начальник, сука, это опасная херня. Тут их не один, что там еще кто-то орет. Так, проходим, короче. Спокойненько. Тихо, тихо, тихо. Помощно от начала. Ой, нихера он мощный, пацан. Спокойно. Да сшиби ему стойкость-то. В конце так... Сука. Что, что? Убивают меня, что? Ой, там много псов-то появилось. Смотри-ка. Так, где эти культисты-то? Так, ладно, эту сейчас завалим. Пускай пока потанкует маленько. Что-то у меня заклинание ослабли прям глобально. В кого она стреляет? А, там культисты, они снизу. Так, на-ка. Товарищ, воюйте там. Или там трое? Ладно, поможем маленько. До свидания. До свидания. Правда, я в этого не попал, ничего страшного. Опа. Зелье колдуна. Мне не надо. Ладно. Ну-ка, откройся, чувак. Эх, не попался-то. А ты говоришь, тебя не одолеть. Такой-то врунишка прям не могу. Не одолеть, говорит. Не одолеть, это меня. А ты так, никчемная собака. Ну вот сами подумайте, ребят. Если бы не было этой собаки здесь, мы бы с вами по стелсу здесь вообще четко все сделали. А она ходит, сука, выпаливает все, мешает мне. Поехали. Кругом ловушки. Надо, кстати, внимательнее смотреть. А еще надо нажать F5. Во. А то мы слишком далеко зашли без сохранения здесь. Шастать опасно с ловушками-то. Скелеты самые полезные трупы. В скелетах всегда есть золото. Правда? Тихо-тихо-тихо-тихо. Че так? Ты не вовремя, товарищ. Тут шастают серьезные дядьки, и поэтому не надо здесь вставать. Опачки. Ой, их два встает. Нихера себе. Тебе. Что-то тебе. Сука, не попал, да? Ой, фусарада хует. Смотри-ка как. Да-да-да, где-то там. Надо в паралич кого-нибудь засунуть. Побыстренькому. Ой, а че как слабострянуть-то? Отлично. Ай, хорошо. А теперь добиваем его быстренько. Да сбей ему равновесие. Почему он, сука, такой стойкий-то, я не понимаю. Минус. И минус. Пожалуйста. Ой, камень душ заполненный. Отлично. Она называет меня создателем, прикинь. Ха-ха, красавый бонитовый меч. Ой, кстати, это похода. Вес 15. Но он такой более-менее дорогой, но я не буду его брать денег, по-моему, дохера у нас, пока мы будем на драгоценности к жить. Спокойный драугар. Опа. Покойно. Косточки мои. Косточки мои стрелочки костейные. Это самое важное вообще все, что мы сможем с них подобрать. Огольная соль. Так, че-то я маленько заблудился. Ничего страшного. Опачки. Товарищ. Аккуратненько сидим. Ну, он почти, короче, никак не изменился. Он сидел, теперь лежит. Поэтому пока идем бесполево. Если кто-то сюда придет, он скажет, ну, да вроде ничего странного. Лежит, а лежит, значит, никого и пойдет спокойно по своим делам. Опа. Сука, ты можешь где-нибудь остаться здесь? Скажи мне, пожалуйста. Нужно искоренить. Не хочет она никак здесь оставаться. Не знаю почему. Опа. Оу. Вот, что я наступил. Молодец. Это вам, пацанва. Ай. А если я тебя сейчас всуну? Ха-ха-ха. Сука, не тот использовал. Подожди. Так, где мой паралич быстрее? Кого сейчас парализуем быстрее? Их там до хера. Так, на. Ладно, воюйте, пацаны. Друг с другом воюйте. И сзади, что ли, еще откуда-то? До свидания, С. Чувак, тебе. Да он вообще непробиваемый. Они очень жесткие. Здесь нету обычных драумных подминов. Вы не начальники. Спокойненько. Да вы че вообще там беспределите-то? Ой, магии не хватает. Вот это поворот. И все выбаните ходят. Ты б такие четкие, ребят. Так, фусарада. Дайте-ка я тоже фусарадну сейчас разочек. Посмотрим, тут класснее. Я или вы? На-ка. Ааа, они даже не падают. Старики то падали, а эти не хотят. Я спас тебя, женщину. Ты мне должна. Вот куда ты щемишь падать? Да, она у нее всю тактику, короче, тупо палец. Просто всю тактику. Всю нахер. Просто выгоняет ее. Твари, я ненавижу тебя. Если я с тобой буду постоянно ходить, я тебя убью сам. Ненавижу. Она реально просто мне выносит весь мозг уже. Бегает вперед. Меня не слушается. Какая-то напыщенная сучка. Спокойно. Не, ну. Опачки. Я туда не пойду. Все, отлично, мать. Стой там. Сиди. Ты мне не нужна. Ладно. Сейчас мы ловушечку-то пройдем. Надеюсь, мы не помрем. Нажму F5. Попробуем пройти. Ты, дура, еще на ловушку наступила. Иди. Ну-ка, подожди. Ай, тобой нельзя управлять. Ты мне не подчиняешься, да? Оп. Оп. Отлично. Спокойно. Оп. Ай. Нихера себе. Вот это я выхватил сейчас. Спокойно. Опа. 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 Вот и все, деловка. Да твою мать, зачем эти ловушки-то опять повесились? Надо было, чтобы ее разрубило там пополам. Чтобы мне не мешало вообще нисколько. Ну, нет, их нет. Что же теперь? Опа. Будем надеяться. Ладно, давайте на этом мы на сегодня закончим. Нажму F5, еще раз сохранюсь. Ссылка на поиск будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки на следующей серии, где мы, может быть, найдем мирак, а может быть, найдем проблем. Что-нибудь, да мы точно найдем. Все. Всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова